Мы понимаем, что кровь Иисуса — это духовное оружие, которое мы можем использовать в эти последние дни. Когда мы узнаем, что сделала Его кровь, когда мы начинаем верить в это, применять и ожидать, тогда, леди и джентльмены, мы будем укреплены в нашей вере в кровь Иисуса. Когда вы будете каждый день применять кровь Иисуса в своей жизни, всемогущий Бог сделает так, что небеса будут быстро действовать на вашей стороне, потому что вы чтите Его через почитание крови Его Сына. Итак, нам необходимо развивать веру в кровь Иисуса. Мы знаем, что такое развивать веру в Слово Божье. Но, тем не менее, в то же самое время нам необходимо развивать веру в Слово Божье в аспекте учения о крови Агнца. А что такое вера в кровь Иисуса? Это знание о том, что совершила для вас Его кровь. Если вы не знаете о том, что она для вас сделала, у вас не может быть веры в нее. Почему? Потому что пока вы не узнаете данный аспект воли Божьей, вера не может действовать там, где неизвестна воля Божья. Так что сначала главное. Вы должны знать волю Божью. Какова воля Божья относительно крови Иисуса? И затем вы высвобождаете свою веру. Вы берете то, что вы узнали о крови Иисуса, обращаете это знание в исповедание и используете его для того, чтобы поражать дьявола. Итак, мы говорим о кресте. Мы знаем, что Иисус был на этом кресте. И существует пять конкретных причин, почему была пролита Его кровь. Каждый раз, когда вы обнаруживаете, что кровь Иисуса была пролита, это произошло для того, чтобы что-то приобрести для нас, и в то же время для того, чтобы от чего-то нас избавить. И первое. Кровь пролилась через раны на спине Иисуса. Кровь пролилась из Его спины. Мы были избавлены от болезней. Иисус заплатил цену через пролитие крови из спины. Он заплатил цену, чтобы мы избавились от болезней. И в то же самое время Он приобрел для нас исцеление. Так что вы ни одного дня своей жизни не будете больны, если вы освободите веру в то, что дала вам кровь Иисуса. Через Его кровь и Его ранами вы исцелились. Второй момент. Когда кровь Иисуса стала течь из Его тела, это когда Ему на голову возложили терновый венец. Шипы терновника олицетворяли проклятие. И когда кровь пролилась из головы Иисуса, она приобрела для нас благословение и в то же время избавление от проклятия. И также мы говорим о крови Иисуса, вытекшей из Его рук. Что это значило? Руки олицетворяют экономическую силу и дееспособность человека. Рука — символ экономической силы и дееспособности человека. Вы получаете деньги при помощи рук. Руками вы собираете урожай. Когда в руки Иисуса вбили 20-сантиметровые гвозди и пролилась кровь, эта кровь из Его рук приобрела для вас избавление и избавление вас от бедности. Итак, произошли два события. Кровь Христа приобрела для вас право жить в изобилии и в то же время избавила вас от бедности. Бедность — это нехватка. Это слово определяется как нехватка. И так же оно подразумевает нужду, долг и дефицит. И так же это означает бедность. До того, как в Эдемском саду человек не послушался Бога и согрешил, он жил в изобилии. Земля производила все в избытке. Все, чего бы вы хотели и в чем бы ни нуждались, было там в изобилии. Но когда человек не послушался Бога и сделал то, что Бог сказал ему не делать, то есть вкусил запретный плод, когда он сделал это, появилась нехватка. Прежнего изобилия уже не было. В результате грехопадения пришла бедность. И хотя бедность является результатом духовного падения человека, это отразилось и на физической сфере. так что, если человек не послушался в духовной сфере, то бедность стала отражением его непослушания. Нехватка — отражение его непослушания. Нужда — отражение его непослушания. Я хочу, чтобы вы получили четкое понимание о том, что произошло в Эдемском саду. Смотрите, что произошло. Этот сад назывался Эдемом, и он был местом изобилия, раем, местом, где все было больше, чем достаточно, где все было больше, чем достаточно. Но как только человек согрешил, он от изобилия перешел к бедности, нужде и нехватке. Вот что произошло в Эдемском саду. Читайте это место снова и снова, и вы увидите, как Адаму пришлось жить, добывая хлеб в поте лица своего. Бедность стала результатом непослушания человека Богу и человеческого греха. Я хочу, чтобы в процессе нашего занятия вы записали вот что. Послушание эквивалентно изобилию, в то время как непослушание эквивалентно нехватке и бедности. Послушание эквивалентно изобилию, в то время как непослушание эквивалентно нехватке и бедности. Леди и джентльмены, я хочу, чтобы вы знали, то же самое верно и сегодня. Ваше послушание Богу приведет вас к жизни в избытке, а ваше непослушание Богу приведет вас к нехватке, непродуктивности и всему прочему. Может быть, некоторые из вас слушают и думают, «А я считал, что нужда — это неотъемлемая часть жизни. Это не воля Божья для вас. Нет воли Божьей на то, чтобы вы жили в нужде, нехватке, недостаточности, дефиците, долгах или бедности. Но пока вы будете считать, что это нормально, и мириться с этим, тогда вы ничего не будете делать, чтобы от этого избавиться. Нет воли Божьей на то, чтобы вы жили в бедности. Скажите это вслух. Обратите внимание на то, что в книге пророка Исаии в 1 главе, 19 стихе, говорится, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать, что? Благо земли». Но также верно и обратно, если вы будете непослушны, то получите нужду. А теперь послушайте, я на самом деле хочу поговорить с вами сегодня об этом. Нет воли Божьей, чтобы вы жили в нужде и недостатке. От зарплаты до зарплаты это не воля Божья. Мы видим, какова была воля Божья в Эдеме до того, как человек не послушался Бога. Для того, чтобы от нужды и нехватки перейти к изобилию, вам нужно изменить свое мышление. Понимаете, каковы мысли в сердце человека? Что дальше? Таков и он. Вам нужно преображаться обновлением. Чего? Вашего ума. Так, чтобы в вашей жизни не будет никакого изобилия до тех пор, пока вы не откажетесь внутри себя от настроя и духа нехватки и бедности. Итак, вам необходимо кое-что понять. Бедность – это не воля Божья для вас. Вам необходимо изменить свое мышление и сказать, на это нет воли Божьей. Всякий раз, когда вы испытываете нехватку, вам нужно думать, это не воля Божья для меня. Но это нет воли Божьей для моей жизни. Но пока вы миритесь с бедностью, пока вы не достигли состояния сопротивления, бедность будет оставаться с вами все время, потому что ваше мышление стало нечувствительным. И вы думаете, ну что ж, пусть будет, как будет. Наверное, это наихудшие слова из тех, что вы могли бы использовать в этой ситуации. Вам необходимо понять, нет воли Божьей на бедность в моей жизни. Это не воля Божья для моей жизни. И я это не принимаю. Иногда все начинается с того, чтобы называть несуществующее, как существующее. Иногда это начинается с того, чтобы взять и сказать, что это не воля Божья для меня, жить в нехватке, что жить в нужде, не то, что Бог для меня запланировал, но воля Господа для моей жизни, изобилие. Вот с чего надо начать. Слово Божье — это семя, поэтому вам нужно начать с того, чтобы проговорить его вслух. И что происходит потом? Когда вы начинаете говорить эти слова, убедитесь, что вы обновляете свой разум. Так что нужно постоянно обновлять свой разум, постоянно говорить правильные слова, называть несуществующее, как существующее. И что будет происходить? Тем самым вы будете изменять себя изнутри. Так что потом это отразится и во внешнем, физическом мире. Обратите внимание на некоторые факторы об Адаме и Еве. Когда они не послушались Бога и согрешили против Него духовно, в их жизни пришла нехватка и бедность, потому что у них больше не было тех отношений с Богом, которые были у них раньше в Эдеме. И догадайтесь, что произошло. Отражение их греха, какое слово бы подобрать? Духовное последствие их греха было проявлено в физическом мире. Так что в зависимости от вашего духовного состояния, ваше духовное «я» проявится и в вашей физической жизни. Так что если вы не послушались Бога в духовной сфере и из-за этого пустили в свою жизнь бедность, тогда бедность — это результат вашего духовного непослушания, которое проявляется в вашей материальной жизни. Итак, бедность — это просто проявление того, что происходит в вашей духовной жизни. Нехватка — это проявление вашей духовной жизни. Недостаток — это проявление вашей духовной жизни. Покажите мне бедного человека, и я скажу вам, что происходит с его духом, и почему он в таком положении. Скорее всего, вы не захотите этого слышать. Вы захотите, чтобы я оправдывал вас. Но вы такой снаружи из-за того, какой вы внутри. И до тех пор, пока вы не исправите то духовное, что с вами происходит, в своей физической жизни вы будете именно то, кем вы являетесь в духовной жизни. Именно так. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, призываю вас. Вам нужно приложить усилия к исправлению вашей духовной жизни. И когда вы начнете решать духовную проблему и слушаться Бога, тогда это послушание гарантирует вам полноценную материальную жизнь, а непослушание приведет к бедности. Ваше непослушание проявится в физическом мире в виде бедности. Итак, первое, что вам необходимо сделать, это начать быть честными с самими собой и перестать придумывать всякое оправдание, перестать обвинять экономический кризис, перестать обвинять белых, перестать обвинять черных, перестать обвинять правительство и начать смотреть на то, что происходит внутри вас, и изменять это, говорить Слово Божье, называть несуществующее как существующее. Вот с чего надо начать. Обновляйте свой ум, приобретайте мышление, которое соответствует воле Божией. Берите Слово и волю Божию, которую вы узнали, обратите их в свое исповедание и начните использовать это против дьявола. И когда вы обновите и измените свою внутреннюю жизнь, это проявится и в вашей внешней жизни. Вот что сказано об этом в Писании. Прежде всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него что? Источники жизни. Понимаете, о чем я говорю? Это отражение. Храните свое сердце, потому что если ваше сердце будет непослушным Богу, тогда источник вашей жизни будет исходить из непослушной части вас. Исправьте эту сферу, и все остальное наладится. Вот что часто делаем мы. Мы стараемся изменить физическое, игнорируя духовное. И вот что тогда происходит. Причина вашего внешнего поражения находится внутри вас. А вы изо всех сил стараетесь исправить внешнее. Я и сам не раз так поступал. Когда я встречаю людей, у которых серьезные проблемы, то первое, о чем я задумываюсь, что они делают не так? В чем они непослушны Богу? В чем именно они проявляют свое непослушание? Что именно они прячут в темном уголке своей жизни? Какой у них скелет в шкафу? Что-то не так. Писание говорит, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Вместо того, чтобы бороться с этим утверждением, вот что вам следует сделать. Вам нужно сказать, «Хорошо, я проведу тщательное исследование своей жизни, я проведу суд над собой, исправлю, налажу и обновлю все, что нуждается в обновлении». И обратите внимание, я буду послушен Богу. Потому что непослушание Богу в любой сфере приведет к бедности. Итак, вопрос стоит вот как. В какой области своей жизни вы проявляете непослушание Богу? Может быть, Бог сказал вам кого-то простить, а вы сказали, «Я не могу их простить». Бог сказал вам кого-то любить, а вы сказали, «Не могу». И это непослушание притягивает бедность. Так в какой сфере жизни вы непослушны Богу? Возможно, кто-то скажет, «Но я покаялся за то, что сделал на прошлой неделе». Нет, не покаялись. Потому что истинное покаяние — это изменение ума. А вы ограничиваете покаяние только тем, что Бог простил вас. Да, Бог прощает вас. Но покаяние также значит сделать полный разворот и пойти в другом направлении. Вы должны исследовать свою жизнь на предмет непослушания. Что вам сказал сделать Бог? Что Бог сказал вам отдать? Куда Он сказал вам поехать? Что Он повелел вам сказать? Что это? Что это? Что именно? Потому что непослушание внутри ведет к бедности снаружи. Моя цель сегодня — показать вам, что изобилие и жизнь с избытком — это воля Божья для каждого послушного Богу христианина. Кто-то спросит, «Это верно для любого христианина?» Нет, только для любого христианина, послушного Богу. Изобилие может быть у каждого, если будете послушны Богу. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. К сожалению, немногие христиане хотят и слушаться. Они хотят быть просто религиозными. А религиозность без послушания Богу приведет к бедности, нехватке, недостаточности, дефициту и долгам. Вы будете жить от зарплаты до зарплаты и при этом спрашивать, «Боже, в чем проблема?» Я не понимаю. Я молюсь, хожу в церковь, отдаю десятину. Да, но при этом вы так и не простили своего бывшего мужа. А Адам и Ева совершили в Эдеме только один поступок. Один грех. Одно непослушание. Понимаете? А теперь прочитаем Евангелие от Иоанна, 10 главу, 10 стих. Давайте прочитаем 10 стих вместе. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Хорошо. Вор – это кто? Верно, сатана. Сатана приходит, чтобы сделать что? Украсть. Убить. Когда вы видите разрушение, это не от Бога, верно? А от кого? Кража не от Бога, а от кого? Убийство не от Бога, а от кого? Хорошо. Обратите внимание на следующую часть. Тут говорится, «Я пришел». Кто это «Я»? «Я пришел для того, чтобы имели что? И имели как? Итак, кто из вас согласен, что изобилие – это воля Божия для вашей жизни?» Хорошо. Давайте я вас спрошу. На основании чего? Вы согласны, что изобилие – это воля Божия для вашей жизни? На основании чего? На основании слова Божьего. Это то, чем мы живем. Правильно? Скажите это вслух. Изобилие. И то, чтобы я жил в нем – это воля Божия для моей жизни. Кто из вас верит в это? Понимаете, все начинается именно с этого. Вам необходимо верить в то, что изобилие – это воля Божия для вашей жизни. Но если вы будете верить, что изобилие – это не воля Божия для вас, и если вы думаете, «Ну так ведь есть деревянные сосуды, есть сосуды из грязи, а есть золотые», думаю, что я, слава Богу, был определен быть сосудом из грязи. Избавьтесь от своего «я», состоящего из грязи, потому что лично я верю в то, что воля Божия для нас – жизнь в изобилии. И вот что я говорю. Чтобы не призвал нас сделать Бог, у нас должно быть больше, чем достаточно, чтобы сделать это. Мы должны иметь полное обеспечение для того, чтобы решать задачи в этой жизни. При этом я не сказал, что Бог сделает вас миллионером или миллиардером. Быть богатым не значит быть миллионером или миллиардером. Быть богатым значит иметь полное обеспечение для решения текущей задачи. Это значит быть полностью обеспеченным. И это воля Божья. Воля Божья для христиан, чтобы у них не было нехватки, но имелось полное обеспечение для решения их жизненных задач. Это звучит необычно, потому что мы привыкли к нехватке. Мы с ней выросли. В семьях многих из нас была нужда. Поэтому для нас иногда бывает трудно постичь, что воля Божья для нас, жизнь в полном обеспечении, все начинается здесь. Каковы мысли в сердце человека, таков и он. Скажите это вслух. Я верю, что я полностью обеспечен для этой жизни. Но этого не будет происходить, пока вы не будете что делать? Потому что каковы мысли в сердце человека, таков и он. Таков и... И что будет, если вы будете думать, что полностью обеспечены для этой жизни? Однако, если вы будете открывать уста, говорить вещи наподобие, «У, всю жизнь прожил в нужде, у меня никогда не было того и этого», и тому подобное, тогда вы называете негативное несуществующее, как существующее. И это не по-библейски. Согласно Писанию, я прочту из расширенного перевода. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и наслаждались ею», сказал Иисус. Кто из вас знает, что нам следует наслаждаться жизнью? Некоторые люди хотят, чтобы вы осуждали себя за наслаждение жизнью, «Аллилуйя!» Но вам нужно наслаждаться ею. Понимаете? Теперь смотрите. Иисус говорит, что вам следует иметь жизнь в избытке и наслаждаться ею. Жизнь с избытком. Это жизнь во всей полноте, чтобы она переливалась через край. И Он говорит, что вам следует иметь жизнь и наслаждаться ею во всей полноте, чтобы что? Кто из вас верит в это? Я знаю, вы чувствуете себя так, будто я устроил новословлю. Кто из вас верит в то, что воля Божия для вас, чтобы вы жили в избытке, во всей полноте, чтобы этот избыток переливался через край. Библия говорит, что бедность бедняка — гибель для него. Зачем Богу давать вам бедность, если Библия говорит, что бедность предназначена для того, чтобы погубить вас? Мы только что прочли в Писании, что сатана приходит для того, чтобы убить, украсть и... Что сделать? Погубить. Значит, раз Библия говорит, что бедность губит, и сатана губит, значит, бедность — это порождение сатаны. Нам нужно дать четкое определение слову «бедность», потому что, когда, например, я произношу слово «бедность», я представляю себе людей без денег, но я не хочу, чтобы вы представляли себе бедность таким образом. Я хочу, чтобы вы понимали, бедные люди — это люди, которые живут в постоянной нехватке, недостаточности, дефиците, в долгах. Вот какова бедность, и она погубит вас. Долги погубят вас. Нехватка и недостаток погубят вас. Непродуктивность погубит вас. Бедность будет вредить вашей психике и вызывать постоянный стресс, который приведет к болезням. Бедность погубит вас, потому что вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, как запланировал Бог, вы будете страдать и бороться за выживание. И это из-за того, что вы непослушны Богу. Необходимо избавить вас от психологии бедности. Я поражаюсь количеству проповедников и церквей, которые даже не касаются этой темы, потому что боятся, а люди в это время страдают. Бог готов излить новое вино, но нам необходимо приготовить новые мехи. Потому что новое вино не вливают в ветхие мехи. И я хочу приготовить вас к излиянию Духа Святого. Я стараюсь объяснить вам, что для того, чтобы принять то, что хочет вам дать Бог, вы должны изменить свое мышление. Не все примут это, потому что не все поверят. Сколько здесь верующих? Да, аминь. Я хочу, чтобы когда люди спросят вас, «Ты ходишь в ту богатую церковь?» Вы отвечали, «О, да!» И говорили им, «Воля Божия для меня иметь полное обеспечение в жизни. Такова воля Божия». Я хочу, чтобы настало время, когда вы придете в церковь, были бы полностью счастливы, наслаждаясь Иисусом и наслаждаясь жизнью. И в ней больше не было бы долгов, нехватки и нет недостатка. И у вас было бы больше, чем достаточно для того, чтобы исполнить то, к чему вас призвал Бог. И все доскажут «Аминь». Итак, самое главное – это послушание Богу вместо непослушания. И я покажу вам, как и где Бог хочет от нас послушания, и в какой сфере, если мы примем решение не послушаться Ему. «Нехватка и недостаток будут оставаться в нашей жизни постоянно». Откройте второе послание к Коринфянам, 9 главу, с 8 по 11 стих. Все со мной? Я должен продолжать придерживаться Библии, потому что вот что я услышал в своем духе. Они должны понять это сейчас. У меня нет времени на серию продолжительностью в один год. Вам нужно понять это сейчас. Я уже показал вам, какие шаги необходимо предпринять. Выйди отсюда, начните провозглашать. «Воля Божия для меня – жизнь в изобилии, а не в нужде». Каждый раз, когда вы увидите счетка плати, говорите, «Воля Божия для меня – жить в изобилии, а не в нужде». У меня есть больше, чем достаточно, чтобы оплатить любой счет, который мне приходит. Что бы там ни было, не позволяйте, чтобы ваш язык противоречил вашей вере. Прочтите с 8 стиха. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «расточил, раздал нищим». Правда его пребывает в век, дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы, всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Вернемся к 8 стиху. До того, как сделать это утверждение, я прочту из расширенного перевода. «Бог способен». Воскликните «Бог способен». Вы полагаетесь на свои возможности, но я вам говорю, что Бог способен. О, Господь способен. Бог способен сделать так, что всякая благодать, всякое благословение, всякое благоволение и земное благословение, всякое благоволение и земное благословение. Бог способен сделать так, что всякое благоволение и земное благословение придут к вам. Как? В изобилии. Он способен сделать так, что всякое благоволение и земное благословение придут к вам. Как? В изобилии. Кто из вас верит в то, что воля Божия для вас – жизнь в избытке? Чтобы вы всегда, не иногда, во всех обстоятельствах, не в некоторых обстоятельствах, а во всех, и какой бы ни была нужда, Он сделает так, что у вас будет достаточно, и вам не понадобится никакая помощь и поддержка, в том числе социальная. Кто из вас верит в то, что Бог способен это сделать? Дело тут не в вашей работе, не в вашем образовании, и вообще не в вас. Бог сказал, если будете верить мне, я способен это сделать. Если вы доверитесь мне, я силен это сделать. Я могу сделать так, что всякая благодать и благоволение придут к вам. Так что вы всегда во всех обстоятельствах, какой бы ни была нужда, будете самодостаточны. У вас будет столько, что вам будет не нужна никакая поддержка, в том числе и социальная. Чтобы вы были богаты на что? Всякое доброе дело. И что? Благотворительное пожертвование. И вот важный момент. Для изобилия должна быть цель. Божья воля не в том, чтобы вы просто жили в изобилии без всякой цели. Дело в том, что если вы не понимаете цели для чего-то, тогда злоупотребление становится неизбежным. Какова же Божья цель для изобилия? Писание говорит. Благотворительное пожертвование. Мы нужны Царству Божьему. Для нас настало время жить в избытке. Многие из нас слишком бедные, чтобы что-то изменить. Многие из нас слишком неплатежеспособны, чтобы идти и строить дома. Многие из нас слишком несостоятельны, чтобы идти в систему образования и говорить, что ее нужно менять, а также строить свои университеты. Многие из нас слишком бедны, чтобы идти покупать свои телестанции и вещаться в эфире. Или чтобы открыть свою студию в Голливуде и снимать свои фильмы. Или чтобы начать свое дело. И после всего этого, вы все еще хотите ходить в своей христианской футболке с надписью «Я благословен?» Видите, мы что-то упустили. Нужно быть благословением для других. Вы не должны говорить о том, что вы благословлены, если вы сами не являетесь для других благословением. Что значит быть благословением? Быть благословением значит предотвращать беды в жизнях других. Быть благословением значит то, что Бог будет использовать вас в роли трубы, чтобы излить свою благодать в жизнь другого человека. Но Он никогда не сможет этого сделать, если вы сами не будете жить в избытке. А вы никогда не будете жить в избытке, если вы только о нем говорите, но ничего не делаете. Некоторые говорят, но мне не нужны пять машин. Знаете, иногда это может быть выражением эгоизма. «Мне не нужны пять машин». Тогда оставьте себе одну, а четыре отдайте миссионерам на Гаити. Будьте обеспечителем других людей. Бог не сказал, и иногда, Он сказал всегда, в любых обстоятельствах, «Несмотря ни на что, вы будете иметь больше, чем вам нужно». И посмотрите, что Он говорит дальше. «На благотворительные пожертвования и добрые дела». Кто из вас верит, что такая воля Божья для вашей жизни? Кто из вас верит, что Божья воля для вашей жизни, чтобы вы были центром раздачи? Кто из вас готов стать центром раздачи? Если вы готовы стать центром раздачи и повиноваться Богу, тогда Бог готов соединить вас с вашим избытком. И если вы повинуетесь Богу, вы станете центром раздачи. Когда вы в последний раз сделали что-то для кого-то, кроме себя, вы не должны жить только для себя. Когда вы в последний раз помогали кому-то, кроме себя? Когда в последний раз вы покупали продукты для кого-то, кроме себя? Когда вы в последний раз помогали кому-то, чьи счета не оплачены? Если у вас достаточно, вы должны что-то отложить на свой счет для раздачи благословений. Это тот счет, который я использую, чтобы помогать людям, когда слышу о том, что у них есть нужда Я как человек с кувшином, хожу и ищу пустые сосуды, чтобы в них наливать Я не хожу с пустой чашкой и не прошу у людей, чтобы они налили в мой сосуд Аллилуйя! Я тот, кто ходит с полным кувшином в руке Я соединен с избытком, слава Богу Божья воля в том, чтобы мы жили в избытке Вы это понимаете? Я все еще говорю согласно Библии Это все еще соответствует Библии Прочитайте 11 стих Так, чтобы вы всем богаты были Ничем-то одним Так, чтобы вы всем богаты были В расширенном переводе сказано Чтобы вы были богаты во всем и были щедры И ваша щедрость, как таковая, явленная нам, принесет благодарение Богу Видите, Бог говорит, я обогащу вас, чтобы вы могли быть щедрыми Чтобы вы могли вкладывать в Царство Божье Чтобы вы смогли кому-то оплатить счет за телевизор Чтобы вы смогли закончить строить приют в Либерии Вот почему Бог делает это Не для того, чтобы вы взяли и начали барыжить Благословения предназначены для кого? А избыток для чего? Да, верно А теперь откройте Марка, 10 главу, 17 стих Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его Учитель благи Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Жизнь вечную Жизнь в избытке Он задал ему такой вопрос И Иисус сказал ему Что ты называешь меня благим? То есть не нужно лезть ко мне с поцелуями Никто не благ, как только один Бог Иисус продолжает и говорит Знаешь заповеди? Он задал ему вопрос о вечной жизни Но Иисус сразу же перешел к заповедям Почему? Потому что повиновение заповедям определяет нашу связь с избытком Поэтому Иисус сразу же переходит к заповедям Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради Не лжесвидетельствуй, не обижай Почитай отца твоего и мать Он же сказал ему в ответ Учитель, все это сохранил я от юности моей Иисус назвал ему шесть заповедей А тот отвечает Иисусу и говорит Я исполнял их с того времени, как был ребенком Да? Все просто, не так ли? Я задумался, почему это так важно? Потому что если бы он не повиновался во всем этом То, во-первых, ему нужно было сначала исправить духовное положение А уж потом браться за другое, не так ли? Смотрите Иисус взглянул на него Полюбил его и сказал ему Одного тебе не достает И я начал думать об этом Это очень хорошо Некоторым из нас он сказал бы Четырехсот вещей не достает тебе Значит, дела у этого парня были совсем неплохи Он сказал Одного тебе не достает Мне интересно это, потому что То единственное, чего ему не хватало Может быть тем, чего не хватает и нам Обратите внимание на то, что Иисус взглянул на него и полюбил его Он сказал Одного тебе не достает Обратите внимание на знаки перепинания Одного тебе не достает Двоеточие Обычно, когда ставится двоеточие То после него идет список вещей Которые относятся к тому, чего ему не достает Не так ли? Итак, Иисус сказал Одного тебе не достает И он готов был показать, чего именно Пойди Все, что имеешь, продай и раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах И приходи, последуй за Мною, взяв крест И прочитайте, что написано в расширенном переводе Одного тебе не достает Пойди и продай все, что имеешь И отдай деньги нищим И будешь иметь сокровища на небесах Приди и следуй за Мной Иди по тому же пути, что и Я Обратите внимание на приглашение Во-первых, Иисус старается подвести его к цели Ради которой ему нужны эти деньги в первую очередь Я хочу, чтобы ты взял то, что получишь от продажи И раздал бедным Раздели это между бедными А затем возьми крест свой и следуй за Мной Будь как Я Я убежден, что Иисус предложил этому человеку стать одним из его учеников Разве это не ясно? Но я также думаю, что этот человек занял бы место Иуды Но он отвернулся, потому что у него была та же проблема, что и у Иуды А одна и та же Теперь все предельно ясно, не так ли? Иисус сказал ему Ты богатый парень Но тебе не достает одного И вот чего именно Я прошу тебя полюбить меня настолько Чтобы ты продал все и раздал нищим Однажды я сказал Он потерпел поражение Потому что не возлюбил Бога Всем своим имением Кто из вас понимает, что я только что сказал? То есть, другие не понимают, что я только что сказал? Позвольте мне задать вопрос еще раз Когда я говорю, что тот молодой человек потерпел поражение Потому что не смог возлюбить Бога всем своим имением Кто меня понимает? Большинство людей этого не понимают Они считают это ересью Возлюбить Бога всем своим имением Но имеется в виду вот что Тут говорится, что если вы любите Бога Вы будете любить Его всем своим имуществом Которое Он дает в ваши руки То есть, когда Бог благословляет вас То все приходит от Него И, соответственно, все это принадлежит Ему Это не ваше Это напоминает мне ситуацию Когда народ израильский выходил из Египта И богатство Египта было отдано в руки израильтян Но знаете, недавно я услышал такую версию Что не все ушли в тот день Ушло лишь 20 с чем-то процентов А остальные якобы сказали Я никуда не пойду То же самое процентное соотношение видно и сегодня Только около 20 процентов прихожан отдают десятину И вы что, думали, что это делают все? Я раньше тоже думал, что все Но некоторые люди живут с рабским менталитетом Который не позволяет им это делать Но все очень просто, Иисус говорит Продай все, что есть, и следуй за Мной Стань Моим учеником Я хочу, чтобы ты научился Как брать свое и благословлять других Возьми свои вещи и используй их для того, чтобы проявить любовь К кому-то другому Возьми свое и используй, чтобы послужить кому-то другому Я пытаюсь тебя научить Я даю тебе короткий урок наставничества Потому что тебе не хватает одного Ты исполняешь мои заповеди Но ты не берешь то, чем я благословил тебя И не используешь это, чтобы быть благословением для других И прочитайте следующий стих Посмотрите, как отреагировал на слова Иисуса тот юноша Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью Потому что у него было большое имение Я хотел бы сказать так Большое имение овладело им Горе ассоциируется с утратой Он смотрел на то, к чему его призвал Иисус Как на утрату, а не как на приобретение Он думал, если я возьму эти деньги, которые получу с продажи И использую их для того, чтобы благословить других То это будет для меня потерей и утратой, а не приобретением Но в Царстве Божьем другие законы Когда вы благословляете бедных Библия говорит, что тем самым вы даете взаимы Господу В Царстве Божьем Когда вы берете то, чем были благословлены И используете, чтобы воодушевить кого-то другого То это не потеря, а приобретение Вот чего недоставало тому богатому юноше Он любил Иисуса, но любил его не настолько, чтобы возлюбить его всеми своими деньгами Что я имею в виду под фразой «любить деньгами»? Использовать свои деньги, чтобы быть благословением для кого-то, у кого их нет И поэтому он очень расстроился из-за сказанного Иисусом Позвольте мне привести вам актуальный пример Иногда в некоторых церквях, когда говоришь «настало время пожертвований» Люди, сидящие на собрании, расстраиваются И когда они слышат «настало время собрать пожертвования», они говорят «О Боже!» Потому что они смотрят на приношение пожертвований, как на потерю А не как на приобретение Они смотрят на это и думают «Я отдаю свои деньги», а не «Я буду благословением» «Я сею в Царство Божье и вкладываю в Него» Да, но Господь говорит, что пока вы не станете христианином с правильным мышлением Вам будет чего-то недоставать А теперь смотрите, он продолжает дальше и говорит «Не закрывайте Евангелие от Марка, сделайте там закладку И параллельно откройте Псалом 51.9 Если вы будете следить за ходом моих мыслей ближайшие пять минут То вы будете готовы принять избыток Мы должны иметь правильные мотивы Ваши мотивы должны быть правильными Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою А надеялся на множество богатства своего Укреплялся в злодействии своем На иврите вместо слова «злодейство» стоит слово «имущество» То есть тот человек находил силу в своем имуществе Вместо того, чтобы находить ее в Боге Находите ли вы свою силу в имуществе или в Боге? Вернитесь к 23 главе Евангелия от Марка Посмотрите, как реагируют ученики Они хотят узнать, что происходит Этот богатый парень ушел Он получил приглашение стать одним из учеников Иисуса Но он ушел Он ушел, потому что им обладали деньги Откуда мне это известно? Потому что он отказался их потерять, чтобы самому стать благословением И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье А теперь остановитесь На что это похоже? Я не буду читать ничего другого Но то, что я прочитал На что это похоже? Похоже на то, что богатые не попадут на небеса Похоже, что люди, которые имеют деньги, не попадут на небеса, не так ли? А теперь обратите внимание на реакцию учеников в следующем стихе Ученики ужаснулись от слов Его Расширенный перевод гласит Они поразились, смутились, пришли в недоумение от Его слов Они были в ужасе из-за этого И Иисусу пришлось объяснять, что Он имел в виду Но Иисус опять говорит им в ответ Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье То есть, дело не в деньгах Дело в доверии Дело не в том, чтобы не иметь денег Дело в том, чтобы вы не доверяли своим деньгам больше, чем Богу Он говорит, что тому, кто уповает на свое богатство Будет трудно войти на небо Потому что он не доверяет Богу Он верит в свои деньги больше, чем в Бога Именно это и произошло с молодым человеком Единственное, чего ему не хватало, это доверие Богу Потому что он верил в него меньше, чем в свои ресурсы Но мы все равно видим, как странно реагируют ученики на то, что Иисус сказал о богатых Посмотрите Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому В чем тут дело? В том, кто доверяет богатству Легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому, который уповает на свое богатство, войти в Царствие Божье Они же чрезвычайно изумились Смотрите Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою Кто может спастись? Ведь у нас есть деньги Послушайте, я хочу, чтобы вы кое-что поняли Ученики Иисуса не были чертовой дюжиной Это не была кучка банкротов и попрошаек, которые следовали за Господом Каждый из учеников Христа был состоятельным человеком Они были врачами, адвокатами, сборщиками налогов Рыбаками, которые наловили столько рыбы, что им не нужно было работать три с половиной года Каждый из его учеников имел работу И Иисус послал своих учеников подвое и сказал Я должен кое-что вам сказать Хотя у вас и есть работа И хотя у вас есть деньги Я хочу сделать вот что Я пошлю вас подвое Я не хочу, чтобы вы брали с собой сумму или деньги Я не хочу, чтобы вы брали запасную одежду Я хочу, чтобы вы шли и служили Каждый, кто примет вас Слава Богу Если же нет, стряхните пыль и идите дальше Конец этой истории в том, что когда они вернулись Иисус спросил Когда я посылал вас подвое Был ли у вас в чем-то недостаток? Они отвечали Нет, Господи Ни в чем не было недостатка Они были с избытком оснащены всем, чтобы исполнить свою миссию Ваша работа не должна быть вашим источником И ваш счет не должен быть вашим ресурсом На который вы надеетесь Бог должен быть тем, кому вы доверяете Потому что только Он может дать вам все благословения Смотрите Иисус, возрев на них, говорит Человекам это невозможно, но не Богу Ибо все возможно Богу И начал Петр говорить ему Вот мы оставили все и последовали за тобою Петр сказал Мы сделали то, чего не сделал тот богатый юноша Мы оставили все Он не хотел оставлять, а мы оставили Смотрите И начал Петр говорить ему Вот мы оставили все и последовали за тобою Он получил то же самое приглашение Иисус сказал в ответ Истинно говорю вам Нет никого, кто оставил бы дом Или братьев, или сестер Или отца, или мать, или жену, или детей Или земли Ради меня и Евангелия И не получил бы ныне во время сие Среди гонений Во сто крат более домов И братьев, и сестер, и отцов, и матерей И детей, и земель Правда, заметьте, Он не сказал «жен» Он просто сделает Джон лучше И смотрите, что он говорит Среди гонений Итак, если вы собираетесь давать на дело Евангелие То вас могут постигнуть гонения Но повиновение Богу приведет вас к избытку Ведь вы примете вас сто крат взамен На то, что оставили В обмен на все, что вы отдали ради Господа и ради Евангелия И затем Господь закончил такой фразой Многие же будут первые последними и последние первыми Почему? Потому что они давали на дело Божье У меня нет времени, чтобы рассмотреть следующее место Но вот к чему я клоню Любите Господа всем своим сердцем, разумом и силой Которая подразумевает способность, влияние и богатство Луки 10 глава 25 стих Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим И всею душою твоею И всею крепостью твоей И всем разумением твоим 22 глава от Матфея Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим И всею душою твоею И всею крепостью твоею Сия есть первая и наибольшая заповедь Вторая же подобная ей Возлюби ближнего твоего как самого себя На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки Послушайте меня внимательно Чему мы должны повиноваться? Мы должны повиноваться заповеди любви Если вы не повинуетесь заповеди любви Вы будете притягивать к себе бедность Если вы позволите себе вовлекаться в споры с людьми Иметь непрощение и горечь То все это приведет к бедности Почему? Потому что горечь разрушает кости изнутри А бедность Это проявление горечи снаружи Бедность это отражение того непрощения, которое есть внутри Недостаток Это отображение раздора внутри Бог говорит нам Чтобы мы повиновались Подобно тому, как Он говорил Адаму Чтобы тот не ел от дерева познания добра и зла Он призывает нам повиноваться закону любви Каждая атака, которая придет к вам от дьявола Будет атакой против любви Она будет стараться вывести вас из любви И привести к бедности Сатана будет атаковать вас в вопросах любви Чтобы изгнать вас из Эдемского сада Но несмотря ни на что, вы должны определиться с этим у себя в разуме Я не буду не повиноваться закону любви И не буду привлекать в свою жизнь бедность Я буду повиноваться Богу и любить других Не говорите, что вы любите Бога, но при этом не можете любить людей Рядом с которыми сейчас сидите Бедность это прямой результат борьбы Горечи и непрощения в сердцах людей Которые думали, что имеют на это право Но Бог уже сказал вам прощать Он уже сказал вам, чтобы вы не вовлекались в споры Любая атака дьявола будет направлена на заповедь любви В этом году вам придется проходить через проблемы Связанные с тем, что кто-то что-то сказал или что-то сделал Все это будет направлено на то, чтобы увести вас с пути любви Потому что враг знает, что если ему удастся увести вас в неповиновение Богу Он сможет заставить вас жить в бедности И тогда вы будете жить в бедности и можете потерять веру в Бога И вот главное, что вы можете сделать Вы можете пойти домой и исследовать свою жизнь Кого вы еще не простили? С кем вы до сих пор в ссоре? На кого вы все еще злитесь? При встрече с кем-то у вас возникает желание нарушить заповедь «Не убей» А затем еще раз задайте себе вопрос Почему я испытываю недостаток? Почему у меня нехватка? Почему у меня нет того, что мне нужно? У вас недостаток, потому что бедность, нехватка и долг Это лишь отображение вашего духовного состояния И вашего неповиновения в соблюдении Божьей заповеди о любви Это не дано нам как вариант на выбор Это неизменная заповедь Это величайшая заповедь Но именно ей, христиане, повинуются меньше всего Чем любым другим заповедям в Библии Но на этой заповеди держатся все остальные Кто-то говорит «Я развожусь» Все потому, что вы не исполняете заповедь любви Если вы исполняли заповедь любви То ваш эгоизм бы умер И вы бы навели порядок в своем браке Но вы не повинуетесь заповеди любви И в результате этого навлекаете на себя бедность Вы никогда не будете иметь достаточно Вам будет мало И вы постоянно будете в долгах Вы будете переживать крушение И жить в ложном процветании Вы будете ездить на хорошей машине Которая не будет вам принадлежать Жить в хорошем доме, который не будет вам принадлежать Носить чей-то костюм Живя в ложном процветании Все потому, что вы не разобрались с ситуацией в вашем сердце Кого вы сегодня ненавидите? На кого держите обиду? Кого вы не можете отпустить? Вы думаете «Я их ненавижу» Вы не говорите этого вслух Но это и есть в вашем сердце Мимо кого вы проходите и завидуете? В вас поднимается дух зависти И вы хотите наброситься на них И отобрать у них все до последней нитки? Кто эти люди? Потому что все эти причины для неповиновения Приводят бедность в вашу жизнь Вы считаете, что имеете право быть христианином И при этом не прощать В то время, как Иисус простил вас Ведь Он простил тех, кто отправил Его на крест А Иосиф простил своих братьев Которые продали Его в рабство Но вы расстраиваетесь, когда кто-то плохо говорит о вас Вы не будете жить в избытке Вы не сможете жить в избытке И при этом не повиноваться заповеди любви Вы должны повиноваться этой заповеди И вы должны повиноваться ей дома Так же, как и в церкви Вы не можете приходить сюда и говорить «О, я люблю пастора» И при этом не любить никого у себя дома Что это? Это лицемерие, которое приведет к бедности В итоге вы окажетесь в недостатке Потому что это отображение того, что происходит внутри вас Аминь Аминь Аминь